Окончательно и бесповоротно приветствую вас друзья В аппарат Азоти, на аппарате Фишинг, Баренция, рыбалка Баренцева моря Запасайтесь булками, готовьте лимонад друзья, мы отправляемся с вами на рыбалку, но не на обычную, а на более промышленную Посмотрим как это делается, я об этом в принципе толком ничего особо и не знаю Так, создаем нового персонажа, пол мужской есть и женский, это все что можно выбрать, да? Так, имя Так, можно по-русски вводить, отлично Начать с обучения или начать в Хаммерфесте, это город Мы начнем с обучения, само собой Добро пожаловать в Фишинг, Баренция В этой игре вы начнете свою рыбаловецкую карьеру, имея в своем распоряжении только маленькая, плохо управляемая, но прочная деревянная суденышка, доставшаяся вам в наследство от деда С таким наследством будет сложно стать одним из легендарных моряков Баренцева моря Но давайте не будем витать в облаках, начнем со снов Попробуйте увеличить или уменьшить число оборотов двигателя Рулем можно управлять с помощью клавиш Нажмите, чтобы переключиться в режим от первого лица и перемещаться по палубе судна Так, в режиме от первого лица вы сможете передвигаться, используя клавиши, вы сможете взаимодействовать с некоторыми предметами на судне Попробуйте пройтись по лодке и когда будете готовы, откройте дверь, затем пройдите к креслу в рубке и нажмите Е, чтобы взаимодействовать Так, у нас даже туловище есть, прикольно Такая у нас небольшая лодочка Внизу на действие сети или яруса Так, вот этой штуковиной мы будем сеть вытягивать, да, лебедкой Так, управлять получается можно отсюда, снаружи А можно снутри, удобно Спуститься вниз, это такая каютка, да, мы сразу садимся здесь Так, прилечь здесь нельзя нигде, то есть переночевать здесь в принципе невозможно Места, чтобы лечь, вообще нету, никак Разве что под столом только как-нибудь уместиться, к сожалению Зажечь огонь Потушить пожар Ладно Фотография, видимо, нашего баркаса или как называется, такое маленькое судно Я в этом не специалист совсем Ну, уютненько, уютненько здесь, но не мешает места, чтобы лечь Не хватает, точнее, места, чтобы лечь Так, нужно сесть сначала Как только вы сядете в кресло, вы сможете управлять кораблем в режиме от первого лица Используя то же управление, что и в режиме от третьего лица Чтобы встать с кресла, нажмите F, чтобы вернуться в вид от третьего лица Видите судно к установленному неподалеку ярусу? Почему в режиме от третьего лица? Я хочу от первого лица Так Включить-отключить карту сонар Это карта, это сонар, да? У нас нет сонара, я так понимаю, вообще сейчас Ой, на карте ничего вообще там не видно Все такое яркое У нас есть... Ага, у нас вот такая вот карта Так Это у нас города, да? Неоткрыта, неоткрытая локация А вот это ярус 1, крючков 250 16 часов 4 минуты, это имеется в виду Сколько ему еще осталось или что? Популяция рыбы Так, ну видимо в обучении популяции никакой нету Где-то здесь рядом находится ярус в режиме от третьего лица Так, давайте от первого попробуем все-таки Но все-таки я хочу, чтобы более был отыгрыш Именно от первого лица все делать Посмотрим, насколько это вообще реально Насколько это возможно Вот, к примеру, вот эту карту Я почти вообще не вижу на ней Где этот ярус, где наш корабль там Все очень ярко, поэтому Даже не знаю, как у нас тут сейчас получится Но попробуем вначале Ага, вон он В принципе, совсем близко Можно уже даже и без карты ориентироваться Да Так, увеличим обороты немного Где наши узлы? Ой, здесь все ярко на приборной доске Ничего не видно Вот сколько там сейчас узлов у нас Непонятно Абсолютно Так, а как мне нужно между ними это Кстати ли? Рядом с ними или где? Или в любом месте в этом зеленом поле? Так, надо замедлиться, наверное Что-то мы быстро идем Он полностью замедлится Ну вот, к примеру, к тому подплывем А, или Чтобы поднять ярус Вам необходимо расположить судно Таким образом Чтобы оба буйка Оказались по правому борту И хотя бы один из них Был в нескольких метрах от лебедки Полукруглый участок Будет подсвечен зеленым Когда один из буйков Окажется достаточно близко к лебедке Стрелка укажет на дальний буй И также подсвечен зеленым Когда тот окажется Правому борту Поднимите ярус на борт При помощи значка Выбрать снасти В левом нижнем углу экрана Или нажав клавишу У У, русскую Это то есть по нашему По-английски Клавиша Е Ну да Так, выбрать снасти Это, наверное Снасти Так, подождите Мне нужно Я хочу все-таки Попробовать разобраться Именно с видом От первого лица Если не получится Тогда уже будем От третьего лица А где еще один? А, вот еще один Так, вот плохо видно, конечно Может быть снаружи Попробовать управлять Еще замедлимся А, вот красное Ну-ка, должно стать зеленым Смотрим Ну Давай, ну Я долблю по кнопке Почему не работает? Так Блин, твою же движение Слушайте, походу Походу только в режиме От третьего лица Так, а если я Прекращу управлять судом Попробую сейчас Вот отсюда управлять Получится ли у меня так? Вот, кстати Вот это было бы Очень шикарно Если бы получилось Очень удобно Смотрите Мы сразу видим Все, что нужно Ну, ну Давай, давай, давай Долблюш по клавише Да почему не срабатывает? А, черт Но в режиме третьего лица Точно не хочу Поэтому будем делать так Будем останавливаться Тогда прям Точно Тратить кучу времени На это Тормози, тормози, тормози Теперь Так, это сложно будет Это будет сложно Ладно, будем вот так вот На минимальной скорости Подплывать А, стоп Может быть вот так Сюда нажать? А, вот Смотрите, ребята Я научился Я уже собирался Пахаять разработчиков Как вы так Не продумали Что захочет человек Отыграть свою роль Нет, смотрите Они еще более продумали То есть Почему нам не дали Сделать это из кабины Потому что из кабины В принципе Это сделать нереально И это не делается из кабины Мы ничего не видим Вот для чего Есть еще один штурвал Здесь мы управляем И правой рукой Мы сразу бабах И подцепляем снасть Вообще Ребята Отлично Я даже более чем доволен Этим Обучающее задание Часть 5 При подъеме яруса Щелкните мышью В нужный момент Чтобы поймать Каждую рыбу Когда круг Будет меньше всего Чем лучше вы справитесь Тем лучше будет улов Смотреть индикатор Бонусного улова Ну понятно Щелкнуть мышкой В нужный момент Цвета индикатора Красный Это промах Логично Желтый Нормально Плохой результат Нормально Но результат плохой Да Зеленый Хорошо Средний результат Синий Идеально Лучший результат Нужно стремиться В общем К синему Так Это что у нас Крюк какой-то такой Хорошо Плюс 3 Да Процента Нам добавили Хорошо Плюс 6 Процент Хорошо Плюс 9 Процента А идеально Если сделать Хорошо А это желтая Мне все равно Дали 9% Неплохо Хорошо Плюс 12% Хорошо Плюс 12% Хотя не идеально Хорошо Плюс 15% То есть Индикатор Это идеальный Но надпись Все равно Хорошо Вроде синий Вот идеально Плюс 20% Вообще Хорошо Заешь и бись Идеально Плюс 25 В общем Здесь чисто тайминг Ребята Нужно поймать момент Вот примерно Уже 30% Круто Примерно Я уже наловчился То есть Момент Поймать И все И тыкать Нужный момент Это не сложно Так Сайда Пикша И окунь 109 штук 855 С половиной Килограмм Да у нас Больше тонны рыбы Уже Имеется Офигеть Круто Теперь вам нужно Выпотрошить рыбу После того Как вы нажмете Начать Непрерывно Водите мышью Слева направо Постарайтесь Держать нож Над синими точками Чтобы достичь Най лучшего результата Нажмите Начать А Старт Видимо То есть Рыбу Рыбаки Когда ловят Они сразу И потрошат Да То есть Они не везут Ее прям целиком Я вот этого Реально не знал Вообще Я думал Сеть с рыбой Вытянули И так же И целиком Привезли в порт Где там уже Другие люди Работают с этой рыбой Там потрошат И так далее Не выпотрошена Выпотрошена Ноль Так Окей Начинаем Старт Так Водить мышкой Еще нужно Две с половиной звезды Примерно И я Не понял Что нужно сделать Так А ну-ка Сейчас еще раз Просто я немного Не понял С управлением Так Влево-вправо Оно вообще Не двигается Оно вверх-вниз Только двигается Ну Три звезды Влево-вправо Оно не двигается Оно двигается Только вверх-вниз И Если я правильно Понял Нужно чтобы Вот значок Не попадал На синие индикаторы Наверное Кстати игра Подлагивает Я смотрю Периодически У меня не максимальные Настройки Чуть я их понизил Потому что Смотрю игра Очень плохо Очень плохо Оптимизирована Прям ужасно Опа Ой-ой-ой Опа Мне не хватило места На столе Чтобы мышку Так вырулить Три звезды Но три звезды Для начала Это неплохо В принципе Учитывая Что первый раз Постепенно Думаю У нас Получше Получится Так Так ребята Я не понял Логики У меня Вообще Не коснулось Синих индикаторов Почему У меня Всего лишь Ползвезды Я не понимаю Какая здесь Логика И что нужно Делать Я то думал Просто чтобы Не коснулось Синего В итоге Я сейчас Провел Классно Вообще Отлично Синего Не коснулся А у меня Ползвезды Не понимаю Я Вы отлично Готов к сбору Лучший результат Желтый Начинает портиться Средний результат Красный Скоро пропадет Протухнет В общем Плохой результат Нам нужен голубой В максимум зеленый Но лучше голубой Все таки Хорошо Так Цвет буйков На мини карте Направляйтесь к второму Ярусу Установлен неподалеку Затем снова Поднимите Ярус Так Вот рыба Кстати у нас Появилась Смотрите Так Давайте посмотрим По карте Сначала Так Цвет буйков А цвет буйков На мини карте Будет показано Здесь просто направление Так Нам нужно развернуться Вот сюда Окей Так Так Мы поплывем Там мы наверное Из кабины А там уже Потом выйдем Нет Нет Да не сюда Что Ну Так А Е нужно нажать Чтобы сесть Да Так А на мини карте Кстати совсем не видно Мини карту Нельзя масштаб Ее изменить Да К сожалению Включить или отключить А если мы переключимся В режим от третьего лица Сможем мы здесь как-то Вот так Ну-ка А здесь все равно Не показывается Стоп Мы ведь можем Посмотреть А Здесь Здесь Север Юг Или здесь Так и имеется Ввиду как есть То есть Юг внизу Север Вверху То есть Как положено Потому что Пометок то нету Тогда нам нужно Сейчас просто На восток Прямо на восток Смотрим по компасу Вот туда нам нужно По идее Вот давайте проверим Сейчас по карте Нет восток Вообще там Где-то А не здесь Карту Нельзя Повернуть Кстати Можно ее посмотреть Ой какая она Большая Круто Это очень круто Ух Смотрите Где порт Еще один есть Интересно А это что означает Открытые воды Слушайте Изучать И изучать На самом деле Меня сейчас Интересует Вот какой вопрос Ребята Вопрос того Какие здесь Есть корабли Насколько их Можно улучшать И разнообразить Я обожаю Что-либо Улучшать Разнообразить Менять Периодически Так давайте Узлы По максимуму О Вот сейчас Кстати Видно узлы Шесть узлов Где-то Семь узлов Так мы правильно Идем Чуть правее надо Вот туда Где-то Просто я так понимаю Мы нагружены рыбой Поэтому мы Не можем идти Быстрее Так я хочу Посмотреть По карте Как мы быстро Двигаемся А кстати Вон Мы уже Можем видеть Нет В режиме От первого лица Все еще Не можем Двигаемся 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 Внутреннее Освещение Вот Вот так намного Лучше Прожектор Палубные Огни Так Все Вижу Ярусы Интересно Кстати Терминологию Новую Узнать Я ведь В этой теме Не специалист То есть Как ловится Вот таким вот Образом рыбы Я не знаю Я знаю только стандартное На удочку Или на спиннинг А вот так вот Кораблями То есть я знаю Правда В принципе Что есть там Корабли Которые сетью Вытягивают Есть корабли Траулеры Но я не особо Понимаю Как они Тралят Рыбу Это же не Траулеры А траллеры Называется Правильно Но я не специалист Ребята Я в этой игре Хочу этому научиться Это в принципе Вот еще одна причина Почему Я заинтересовался Этой игрой Что это Зажечь огонь А это Печка внизу Ну зачем она нам Вот если бы мы На ночь Оставались Где-то здесь И там лечь Можно было бы Тогда конечно Печка была бы Очень нужна Радио кстати Нельзя Использовать Поворот прожектора Кьюя Так А сейчас Не до того Так Подождите Нам нужно Так Подождите А то я между ними Проплыву Мне нужно Вот туда К тому Либо развернуться По кругу Вот с этой стороны Заплыть Или к тому Стоп Збавляем Збавляем Полностью Збавили Идем Вот сюда Так Вот будем Как-то так Пробовать Так Вот сейчас Попробуем Получится ли у меня Сейчас Подобрать этот ярус Или нужно Именно с той стороны Вот там смотрите Какой-то флажок стоит А это наверное Метка наша Что мы здесь Поставили Нашу ярус Ну Е поднять Да Получилось С этой стороны Тоже Очень удобно Хотите вытянуть Конечно Хочу Так Снова Тайминг Плюс 3% Всего лишь Мне нужно Плюс 30 Плюс 8 Идеально Но при этом Но при этом Когда хорошо У нас было И то Больше Давали Процентов Идеально Плюс 13 Хорошо Хорошо Плюс 16 За хорошо Дают Больше Чем за идеально Хорошо Плюс 19 Подождите А зачем Мне тогда Мучиться Если Если Вот так Попробовать Хорошо Плюс 19 Я специально Сейчас Рано Нажал Хорошо Плюс 22 Ну За идеально Там нам Дали Были 25 Процентов И 30 Процентов Ну За хорошо Смотрите 25 Дают Возможно Это когда Подряд Нажимаешь Несколько Раз На Хорошо Тогда Ребята Я понял Хорошо Плюс 33 Награда Растет Если Мы Подряд Нажимаем На Определенное Качество Идеально Плюс 38 То есть Можно Непрерывно Нажимать На Хорошо И все Рано Будет Награда Расти Но Если Мы Будем Постоянно Нажимать На Идеально Награда Быстрее И О Мы Видимо Либо Мы Поймали Так Мало Окуня Либо У нас Не хватило Места Чтобы Его Весь Загрузить Ух Общий Улов Две Тонны Примерно Даже Больше Двух Тон Заново Выпотрошить Рыбу Нужно Как правило Потрошение Увеличивает Стоимость Рыбы При Продаже Если Конечно Она Выпотрошена Должным Образом Более Двух Звезд Однако Продать Можно И Не Выпотрошенную Рыбу То есть Смотрите Если Мы Все Так Не Разберемся Как Нужно Потрошить То Можно Продавать Ее Не Выпотрошенной Но Нам Будет Не Так Выгодно Это Но Выбора Не Будет Окей Так Старт Конечно Будем Пытаться Так Вот Сейчас Попробуем Ну Вот Ну Ух Идеально А Вот Сейчас Я Просто Опять Так Прямо Провел И Так Так И вот Я не понял Все равно Почему Сейчас Мне Идеально Хотя В прошлый Раз Я тоже Не коснулся Ничего Синего Как бы Под Синими Провел И Не Поймаю Сейчас Должно Быть Хорошо Да Очень Даже Хорошо Ой У меня Мышка Не Поместилась На столе Просто Я уже Не мог По-другому Сейчас Провести Но Более Двух Звезд Поэтому Я надеюсь Что Она Выгодна В принципе Продастся У нас Три Тонны Рыбы При себе Офигеть Вы Хорошо Справились Со вторым Ярусом Это Интерфейс Карты К нему Можно Получить Доступ Нажав Кнопку На весь Экран На мини Карте Или клавишу М Используя Кнопки Внизу Экрана Разместите Собственные Путевые Точки В ранее Посещённых Локациях Это Позволит Вам Использовать Быстрое Перемещение Размер Открытого Вам Необходимо Отправиться В порт Хаммерфеста Где Вы Сможете Продать Пойменную Рыбу На карте Отмечена Путевая Точка Связанная С этим Заданием Вы Можете Проложить Свой Курс Из Путевых Точек И Воспользоваться Быстрым Перемещением Или Доплыть До порта Самостоятельно Я бы Хотел Доплыть Самостоятельно Если честно Посмотрим Как это Сейчас Работает Но До конца Наверное Плыть Мы Не будем Быстрым Перемещением Что-то Такое Текстурка Сломалась Будем Плыть Самостоятельно Островок Интересный Так Нам нужно Вот сюда Нет Стоп А вот Неоткрытое Ну Раз помечено Здесь Значит Это Хаммерфест Хорошо Так Проверим Как это Все работает Разместить Путевые Точки Вот я Нажал Допустим Вот сюда Быстрое Перемещение Ну сейчас Мы до сюда Доберемся Быстрым Перемещением Посмотрим Как это Будет Выглядеть А это Просто Моментально Бах Бах И все По точкам Прошло Понял Ой Нет 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 Я хотел Удалить Так Чуть Чуть Левее Так Окей Поплыли А можно убрать Ту подсказку Эй Нет Нет Да Не сюда Я Сюда Е Нажать Нужно Стоп Чуть Чуть Равили Чуть Левее Нам Нужно Было А Левее Градусов На 25 Даже на 30 Возможно А вот где-то Вот Туда Да Вот как раз Именно так В принципе По береговой линии Даже немного понятно Где есть залив Где Или бухта Как правильно называть Залив Или бухта Я имею ввиду Вот Вот это Вот это залив Или бухта Как это называется Я не знаю Если вы в этом разбираетесь Ребята Не стесняйтесь Поправляйте меня В комментариях Я буду только рад Этому Потому что я сейчас Учусь этому всему Для меня это все В новинку Мне очень интересно Узнать Что и как Правильно Называется Как правильно Делается И используется Скорость Смотрите 4 узла Офигеть Ну это понятное дело Конечно ведь Мы нагружены Так сильно Просто перегружены Я знаю Что в этой игре Помимо покупки кораблей Можно улучшать Уже имеющиеся корабли Поэтому давайте сейчас Сейчас обучение Мы сейчас не сможем В общем я хотел бы Посмотреть просто Какие есть улучшения Меня интересует Улучшение скорости То есть двигатель По сути нужно поменять Это сэкономит нам время И мы сможем Больше наловить А подождите Больше наловить А у нас еще И контейнер Под рыбу Вот тоже Переполнен Так что Нам нужно улучшать И контейнер И скорость Но сначала Нужна скорость Потому что Это вот по-моему Слишком медленно Вот мы едем Идем точнее Плывем Идем Вообще про корабли Говорится что Они не плывут Они идут Так что будем говорить Что мы идем Мне нужна Какая-то Мариатская фуражка Для того чтобы Играть в эту игру Чтобы полностью Щутить себя Так Включить прожектор Сейчас мы ничего Не увидим Вот по центру Его выставим Где-то так Внутреннее освещение Палубные огни А выключить У нас включены Они были Ну все это Мы будем изучать Я не знаю Ребята по правилам Может положено Чтобы были включены Постоянно ходовые огни Хотя зачем они днем Это никто не увидит Нелогично Вот не знаю Может быть так положено Может зря я их выключил Они были по-моему По умолчанию Включены Ночью Когда будет темно Или утром Там когда мы будем Плавать Мы посмотрим Как это все выглядит Как это работает Где что светится Сейчас это без толком Мы хоть немного Приблизились Ой-ой Возможно ребята Все-таки Поспешил я сказать Что мы не будем Пользоваться Быстрым перемещением Мне кажется Что мы будем плыть Наверное полчаса Таким образом Что это Вызвать помощь А это наверное Смотрите Вот 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 же ж наше топливо Да Если у нас Закончится топливо Мы же по сути Останемся Будем безвыходном положении Мы сможем Позвать помощь Чтобы нас Притащили Отвуксировали За деньги Само собой Кстати Классно продумано Очень классно Слушайте 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 ящиков рыбы Вы потрошены Свеженькой Хорошенькой Вкусной Красота Жаль Жаль что здесь Не чем заняться Пока мы плывем Я был бы не прочь Допустим Сейчас сесть Вот здесь Скушать рыбку Попить чайку Хотя бы Ну просто чтобы Анимация была Как будто Вот мы сидим Пьем чаек Рыбку Кушаем Но это уже было бы По моему Просто супер И атмосферно Кстати Ведь Судно мы Выставили в нужном Направлении То есть Нужный курс Мы задали Скорость Все есть Теперь нам просто Долго нужно плыть И почему бы Чем-нибудь в этот момент Не заняться Вот я не понимаю А почему здесь Не сделали Чтобы прилечь К примеру Вот с той стороны Можно было бы Просто удлинить Как-то вот ту штуковину Вот туда соединить Чтобы ноги вытянуть Можно было И пошире чуть сделать Под стол Чтобы уходило Здесь все равно Не на команду рассчитано На одного На двух Максимум человек Даже скорее на одного Учитывая что туалета Даже нету То есть Для одного человека Хватило бы тут Одной табуретки И просто лежака Какого-нибудь И все И столика И было бы уже Очень-очень круто Но все равно Мне здесь нравится Уютное маленькое помещение А еще ребята Знаю Что здесь будут Меняться погодные условия Это круто Это очень круто Давайте посмотрим Что мы видим Вот здесь Вот так Снасти А, это просто Уже открыто Да? Отрошить Поднять снасти Установить снасти Огни Ага, то есть Мы можем отсюда Прямо включать Выключать Окей Уже Реактор Подовое Инвентарь GPS У нас его Видимо Нету Вообще Сонар Опа Смотрите А нет У нас он есть Он включен Просто был GPS А вот сонар Как интересно Хранилище Минус И пожарный Ну и скорость Само собой Так Вызвать помощь Свободен Выпотрошная рыба Это наш трюм Да? Ну а почему Свободен Хотя Возможно Мы смогли бы Еще Контейнер Один Ну да Смотрите Мы Так Встань Я хочу показать Смотрите Мы ловим рыбу Сюда Контейнер Заполняется Потом мы Потрошим Рыбу И складываем В ящики Да? И тогда У нас получается Что Еще один Контейнер Мы можем Набрать Но не сможем Наверное Выпотрошить Или как Кстати А где столик Делся Который мы Используем Для потрошения Он должен быть Где-то сложен Ой-ой-ой Только не застрянь Нигде Так Понятно Близко не подходить Так Где-то должен быть Столик Так Непонятно Пока что Смотрите Там уж Какие-то Бульки Надо Наверное Вернуться Все-таки А вот Мы сами Сюда Появились Сразу Прикроем Дверцу Так Может быть Ходовые огни Включить Уже Вечер Все-таки Так А почему Он повернулся Опять туда Испускай станет Вообще Не видно От него А вот Это волны Просто Это не свет От него Здесь свет От него Вот Свет От него Что-то узнает Нет Не от него Палу Нам не нужно Внутрь Не освещение Нам не нужно Вот так Вот просто Идем Идем Где мы Там уже Находимся Ой Ребята Давайте Наверное Все-таки Мы будем Пользоваться Быстрым Перемещением Но не так Уж прям Сильно Мы будем Вот досюда К примеру Подплывем Иначе Это будет Реально Вот полчаса Еще одну серию Плыть и все А представьте Вот туда Куда-то Жесть Так Вот досюда Мы подплывем Даже досюда Вот так Вот Переместить Можно Вот Чтобы ровненько Вот так вот Закруглится Наш Проход Кстати Уже Полдесятого Вечера Так А куда Здесь Нам Нужно Швартоваться Так Прожектор А вон он Вот это Вон Вот это И все Да толку От него От того Прожектора Хотя Хотя Ночью Почему Он Поворачивается Вот так Вот так Стоп Вот я там Что-то вижу Светится Это наверное Место Куда мы Должны Заплыть Слушайте Ребята Мне нравится Вроде как Довольно таки Простая ситуация Ну Словил рыбу Привез ее Но при этом Как-то интересно Узнать новое Как это вообще Делается Очень интересно Надеюсь Ребята Вам тоже Будет интересно Это очередное Наше Медитативное Прохождение Будет То есть Мы будем Просто Расслабленно Ненапряжно Проходить Играть Получать удовольствие Уживаться В роль Моряка Морского Волка А не Сухопутной Крысы Как обычно Ничего Не видно На этой карте Ну Что ж Такое Ну Почему нельзя Яркость сделать Поменьше ее Так ярко Ничего не вижу Но все равно Буду С видом От первого лица Стараться играть Я хочу Атмосферу Так Ну я так понимаю Мне не нужно Разворачиваться По идее Логически Как бы Зачем Я потом задом Так же сам Обратно Сюда буду выруливать Ну вообще Я знаю Что Такие вот шлюпки Они Как выруливают Они Перед тем Как вырулить Чтобы не повредить Себя Они Отталкиваются От Причала Ну то есть Там должны быть Вот эти вот Колеса Висеть В покрышке А у нас Тоже должны Висеть покрышки По идее Если я правильно Понимаю Эти штуки Там внизу Они называются Буйники Под ними Должны быть Покрышки Ну я не знаю Как это здесь Реализовано И вообще Не знаю Правильно Или я Вообще Информирован По этому Поводу Так Идем На полном Ходу Потому что У нас В любом случае Скорость Очень низкая Четыре узла Кстати А это обучение Вообще Сохранится Как-то И сейчас Игра Вообще Как-то Сохранится Потому что Уже Серия Затянулась Вот какой Корабль Большой Интересно Мы такой Сможем Купить На картинках На обоях По игре На скриншотах Вроде есть Большие корабли Типа Такого Вот Корабль Красный Я знаю Что Разработчики Сотрудничали С Производителем Таких кораблей Фирмы По-моему Гермес И С Производителями То ли Сонаров То ли GPS В общем Каких-то Сонаров По-моему Для того Чтобы Сделать управление Очень-очень Реалистичным Так Подождите Там зеленое Здесь розовое Нам нужно Зеленое По идее Да То есть Не розовое Фиолетовое Такое Давайте Поближе К причалу Как-то Туда Вообще В идеале Сейчас было бы Выйти наружу Стоп Давайте Быстренько Снижаем скорость Сбрасываем Код Так Встаем Вот так Хотите Зайти В порт Да Хорошо Я думал Мне нужно Подплыть В зеленую Область Я думал Сейчас Вот так Аккуратненько Пришвартуюсь Но видимо Здесь Нужно Просто Заплыть Внутрь И этого Достаточно С головой Ну ладно Если так То так Так Продать рыбу Сайда 107 Это мы выбираем Сколько мы продаем Да Ну само собой Продать всю Я не знаю Зачем вообще А Возможно Разные порты Будут требовать От нас разную рыбу Покупать То есть Мы будем в одном порте Продавать допустим Сайду В другом Пикшу В третьем Окуня Но у нас Слишком медленный ход Пока доплывем До следующего порта Уже и день пройдет И рыба Испортится Поэтому продаем Пока что Полностью Всю Так Что это такое За журнальчик Первая запись Дата 15.08.2017 Хаммерфест Время 22.51 Виды Сайда Так Здесь не написано Непонятно Что написано Потрошить Количество Вес Доход В общем Интересная табличка Но почерк Конечно Такой Что не очень Понятно Многое Общее количество Рыба 351 Вес Доход 34 445 54 Это крон Наверное Да Что это такое Крон Я так полагаю Смотрите Давайте пока мы здесь Посмотрим еще Что здесь есть Времена Лето Ничего больше Нету События Низкий спрос На пикшу До 24.09 Так Понятно Нужно ли не ловить пикшу Взведение скумбрии Популяция скумбрии Сейчас очень велика Отправляйтесь на лов Окей Август Сезон ловли пикши Только начался Местное правительство Хочет увеличить Производство в рыбных Хозяйств Цена на пикшу Увеличивается Смотрите Как интересно Цена снизилась на 40 Процентов Я только сейчас понял Что это значок Это процентов Похоже на букву С Как-то Но цена на 20% Увеличилась Странно Задание обучения Простое задание Обучиться с новым рыбалки В Баренцевом море Статус в процессе Снасти Ярус крючками Длиной 250 Наживка Криль Вы добрались до Хаммерфеста Чтобы продать рыбу Вам нужно причалить Для этого водите в белую зону Нажмите кнопку Зайти в порт Справа На следующем этапе Вы сможете установить Свои собственные ярусы Удачи Награда 10 тысяч крон Успешно Ладно Снасти Возраст Часы Куча разных отметок Время поднятия Общий подъем Продажи Сертификат У нас есть Сертификат Даже Смотрите Прогресс до следующего Сертификата 2,7 километра А это сейчас 2,7 километра Нужно 35 километров Интересно Обучение Установка яруса Если вы хотите Перейти к следующему Этапу обучения И узнать как установить Ярус Нажмите кнопку Вам также нужно Научиться устанавливать Ярус Сначала вам нужно Зайти на рынок За наживкой Для одного из ярусов Нажмите на кнопку Рынок В правом нижнем углу Экран Затем выберите Кнопку Купить наживку Которая появится В верхнем левом углу Окей На начале я хотел бы Посмотреть Что здесь вообще И как Так Я так понял Что мы могли бы Там нажать Нет Не входить То есть Не причаливать Автоматически А подплыть сюда И нажать самому Кнопку Где-то В общем Кнопка была бы Вот причалить А нужно будет Попробовать В следующий раз Так сделать Ребята Чтобы более атмосферно Было так Главное меню Энциклопедия Введение Так Понятно Но это нам не нужно Это мы Сами научимся Во время игры То есть По мере обучения Все это мы Изучим Хотя интересно Прочитать Сертификаты Сертификаты Сертификат Старшего Шкипера Капитана 850 километров Позволяет Дуправлять Судном Гермес Ага Главный Дисплей Циклопедия Братовый журнал Компас Проигрыватель Так Ну это просто Кнопки Те что расположено На то можно И так Навестись Посмотреть Так Братовой журнал Это вот эта Штуковина Наша Да Так Пропуск времени Не хочу Карта Прогноз погоды Что такое Понедельник 1 января 2018 года Подождите Сейчас Август Понедельник 15 Показывают Здесь 15 Все-таки А 15 Наверное Градус Но 15 Августа Чтобы Посмотреть Завтра Значит Как это Может это Обучение Как-то Кривовато Не понял Почему 1 января Здесь 15 Августа Ладно Рыбный рынок Город Причалить Рыбачить Рыбачить В смысле Отчалить Имеется Ввиду Да Так Город Что в городе Есть Нанять команду Стоимость найма Ого-го Сколько у нас денег 64 тысячи Нет Ну пока что Я вообще Нанимать никого Не собираюсь Не вижу смысла Волить Банк Взять кредит Мы можем Процентная ставка 5 процентов В принципе За 5 процентов Это очень даже выгодно Но зачем 100 тысяч крон В крайнем случае Только Бар В баре задания Берутся понятно Обслуживание кораблей Нет абонемента На услуги Службы спасения Мгн Санс Невел Таулинга Безлимитная Бесплатная Буксировка В ближайший пор В год 10 тысяч крон Но это в принципе Весь год Безлимитные Бесплатные Буксировки То есть Если что У нас бесплатно Будут Ну не хочу Пока что У нас с топливом Думаю проблем Не должно быть Я хочу контролировать Этот процесс Так Рыбный рынок Обычная стоимость Рыбы Меньше 1 килограмма Тогда такая Чем больше Килограмм Чем больше цена Окей Понятно Так Купить Наши Обучение Встановки Трала Часть 2 Ярус или Трала Вроде Ярус Говорили Нажмите На Ярус Без Наживки Насадите Креветку В первый раз Вам дадут На это Деньги Так Ярус Без Наживки Вот Да А нет Ярус Вот Без Наживки Это Ярус С Наживкой А в сумме Вместе Они дают Трал Получается Да Так Я понимаю Это Называется Так Ярус Без Наживки Криль Креветка Нам сказали Креветку Насадить А теперь Вы можете Отправиться На лов рыбы Выйдите Из порта Нажав кнопку Лов рыбы В правом Нижнем углу Экрана Окей Но подождите А А мы можем Что-то делать С нашим Судном Как-то Посмотреть Улучшения И так далее Судя по всему Пока мы не закончим Ребята Обучение Мы ничего Не можем Поэтому Нужно Сдать Закончание Обучения В любом случае Ребята На сегодня Это все Надеюсь Игра Как-то Сейчас Сохранится Спасибо вам Большое За просмотр Не забывайте Подписываться На канал И ставить Пальцы Вверх Как обычно С вами был Зоди Удачи Друзья Встретимся В следующей серии Пока Пока Субтитры